Всем привет ребята, меня зовут Богатейший Ди и добро пожаловать в новый выпуск. Прошлым летом DeFi показали сумасшедший рост, но правда в том, что DeFi начали свой рост даже раньше, в 2019 году, но многие люди просто не имели о них ни малейшего понятия. Сейчас мы видим, как в криптовалюте растет еще один проект и еще одна большая вещь, и снова складывается впечатление, что о нем и о ней мало чего знают. Речь идет о экосистеме Polkadot, о которой я рассказывал вчера. IPO на базе Polkadot, так называемое IDO или первоначальное предложение парачейнов, просто взрывается и становится с каждым днем все больше. Похоже, что этот новый способ привлечения инвестиций и капитала станет следующей большой вещью в мире криптовалют, как я и рассказывал вчера. Сегодня я хочу показать вам интервью Клаудио с канала CryptoChain, который я смотрю ради видео о парачейнах и экосистеме Polkadot. Он является экспертом по Polkadot и расскажет нам о трех монетах экосистемы, которые готовы к большому росту. Реально большому, это сотни процентов, тысячи процентов потенциального роста. Недавно Клаудио как раз нашел очень много интересных вещей, которые происходят в экосистеме Polkadot и которые могут принести неплохие прибыли. Давай послушаем его. Сразу хочу уточнить. Для новичка в этом хитросплетении разобраться будет достаточно сложно. Но, по крайней мере, он назовет конкретные три монеты. Я думаю, для начала собственного расследования этого будет более чем достаточно. Вообще, видео получилось достаточно интересным. Лично я получил удовольствие от прослушивания Клаудио и всей этой информации, которую он нам доносил. Поэтому, надеюсь, ты тоже заценишь и не забудешь поставить лайк. Давай наберем хотя бы 4000 лайков. Если ты еще не подписан, подпишись прямо сейчас. Нам совсем чуть-чуть осталось до заветной цели в 100 тысяч зрителей. Polkadot это огромная совместимая система, в каком-то смысле похожая на кардана. Но мы знаем, что кардана понадобилось и еще понадобится много времени, прежде чем мы увидим различные обновления. В то же время Polkadot уже активна. Есть множество проектов, которые строятся на базе Polkadot. Но они пока еще не активны. Так что Polkadot, можно сказать, находится в стадии своей юности. В этот период мы видим первоначальные парачейновые предложения IPO, которые очень и очень важны. И в каком-то смысле они представляют собой предпродажу токенов. За исключением того, что вы на самом деле не теряете свои токены, а блокируете их на определенное время. А затем получаете их обратно, но с наградой в виде парачейн токенов. Можно назвать их так. Фактически вы помогаете парачейну, также известному как сайт-чейн, связаться с основной сетью Polkadot. И как только это происходит, вас награждают токенами этого сайт-чейна. Такой концепт очень интересен. Но кроме парачейнов, Polkadot помогает совместимостью с известными нам нативными блокчейнами. Эфириум, Нео, Антологи, Кардана и так далее. Идея Polkadot объединить всех, а не становиться убийцей какого-то из этих проектов. Я знаю, некоторые люди называют Polkadot убийцей эфириума, просто потому что Гевин Вуд сооснователь эфира. Но дело не в этом. Я вижу Polkadot больше как помощника росту эфириума, а затем эфириум тоже поможет расти Polkadot. Потому что у них будет возможность обмениваться информацией между блокчейнами из-за совместимости Polkadot. Ребята, я думаю это очень интересно. Мы уже обсуждали, как конкуренция между Polkadot, эфириум, кардана, тезос и другими очень хорошо влияет на всех в криптопространстве. Конкуренция хороша для криптовалюты и подталкивает эти проекты гораздо дальше в развитии. Но вернемся к парачейнам. У них есть то, что тебе известно как IPO на классическом рынке или ICO на рынке смарт-контрактов. В Polkadot же я называю это IDO или же первоначальным парачейновым предложением. Далее по видео Клаудио будет называть это IPO. На данный момент существует множество монет на базе Polkadot, которые имеют очень интересные разработки в этом направлении. Три из них имеют особый потенциал. Давай послушаем, какие это монеты и что Клаудио может о них рассказать. Хорошо, я хочу представить вам Кусама. Этот проект очень и очень важен. Вы можете думать о нем как о родственной сети Polkadot. Фактически это целая система, как и Polkadot, в которой тоже могут размещаться парачейны. Однако Кусама рассматривается как экспериментальная система или тестовая сеть Polkadot. Кусама буквально должна вырасти до собственной экосистемы отдельно от Polkadot. И в какой-то мере эта экосистема даже будет подключена к Polkadot. Таково видение Гевина Вуда. Затем различные парачейны на Кусама получат совместимость с парачейнами на Polkadot. IPO Кусама начнется уже очень-очень скоро. Либо в этом месяце, либо в следующем. В их дорожной карте сказано, что запуск IPO намечен на конец первого квартала. Но с техническими проблемами возможно все. Я очень сильно ожидаю этого момента. Возможно и вы тоже, если вы смотрите это и знаете про Кусаму и Polkadot и планируете принять участие в этих IPO. Ребята, если посмотреть на то, что происходило с DeFi прошлым летом, что мы видели? В начале 2020 года совсем немногие ютуберы говорили, что DeFi станет следующим серьезным шагом для криптовалют. Однако даже несмотря на то, что об этом некоторые ютуберы все же говорили, люди все равно не покупали их тогда. Люди стали заходить в DeFi в конце весны, когда их рост был уже очевиден и взрывной. Ну как обычно, короче. Кстати, я тоже тогда проморгал начало этой движухи, хотя и слышал краем уха о ней тогда, когда хайпа еще не было. Сегодня с Polkadot я вижу нечто очень похожее. Немногие ютуберы заходят в Polkadot и говорят о нем, об этих приближающихся проектах и их потенциале. Но я замечаю, что многие из этих проектов уже могут иметь огромнейший потенциал. Я знаю, эта экосистема уже готова взрываться. И я поддерживаю тех людей, которые смогли воспользоваться этой возможностью и не прошли мимо нее, как многие прошли мимо начала взрыва DeFi. Давай послушаем, что говорит Клаудио насчет этих размышлений, согласен ли он с ними и какую вторую монету он может порекомендовать. Я полностью согласен с этим. И если мы уже заговорили о DeFi, мы можем перейти к следующему проекту, который называется Cala Network, который должен быть запущен на Кусама в качестве родственной сети под названием Karura. Karura должна стать экспериментальной сетью Акалы, которая должна работать и на Кусама. Так что там будут проводиться различные тесты, внедряться обновления и проверяться функции. И если они заметят, что что-то работает недостаточно хорошо, то они пока не будут запускать это на Акала. Вот такая вот идея. Скоро у них будет IPO. И это значит, что у вас будет возможность получить их токены под названием CAR. Вы можете использовать их для торговли в качестве залога или для обмена. Также у них есть платформа под названием Laminar, которая будет подключена к Акала и Карура. Там вы сможете осуществлять маржинальную торговлю напрямую из своего кошелька. Конечно, не воспринимайте это как финансовый совет и всегда будьте осторожны. Это очень интересно, так как это будет своеобразной децентрализованной биржей с возможностью маржинальной торговли. Очень интересно, что подобный проект приходит на полкодот. Это очень похоже на то, как в метамаске можно торговать на Юнисвапе с возможностью кредитного плеча. Конечно, подобная торговля далеко не для новичков, так что если ты решил погрузиться в нее, обязательно убедись, что понимаешь всю ответственность. Многие люди разорились на такой торговле, но также немало и разбогатели. У меня, например, недавно был не кислый такой убыток на маржинальной торговле, честно тебе скажу по секрету. Только никому больше не рассказывай об этом. Есть еще один проект, который как бы находится на фоне и используется двумя этими проектами, Кусамой и Акалой. Так что же это за монета и что она вообще хочет? Ой, это очень неожиданная и интересная монетка, особенно интересно то, что она намерена сделать. А она намерена сначала связать полкодот и биткоин, а затем и всех остальных. Ты поразишься, как все связано и к какому будущему идет криптовалюта. Давай послушаем, Клаудио. Этот проект называется ChainX. И фактически он является мостом, который привяжет биткоин и его блокчейн к полкодоту. Вам нужен токен на полкодот и не только на полкодоте, но и на Кусаме. Ведь, как я уже говорил, вам нужны родственные сети, работающие вместе. Этот токен будет называться XBTC. И он будет торговаться внутри экосистемы полкодота. Но очень важный момент относительно XBTC, это то, что его можно будет использовать как залог. Для того, чтобы взять криптозайм или криптокредит в децентрализованном приложении Акала, который будет представлять из себя DeFi платформу. Кроме этого, будут другие платформы в экосистеме полкодота, которые будут использовать XBTC внутри собственных структур или собственных децентрализованных приложений. Поэтому, я думаю, что мост между полкодотом и биткоином очень важен. Но это будет только начало. Они также смотрят в сторону и других активов. Zcash, Cardano, Ethereum. Так что, фактически, после биткоина они планируют расширяться дальше. Важный момент. Эти токены уже торгуются. Это не финансовый совет. Обязательно делайте собственные исследования. Но они уже торгуются на биржах. И инвестиционный доход, в случае, если вы решите заняться стейкингом, на данный момент составит 42%. Такой доход продержится до халвинга, запланированного на май. В текущее время один блок приносит 50 PCX. Именно так называется токен этого проекта. После халвинга эта цифра будет уже 25 PCX. Так что, схема аналогична биткоину. Гений, который стоит за этим проектом, написал белую бумагу для полка дота на китайском. Также он является членом Web3 Foundation и помогает им с разработками. Он и помогал Гевину Вуду разрабатывать полка дот. Так что, у него тесные связи с этим проектом. Именно поэтому можно предположить, что этот проект получит огромную поддержку сразу после того, как они запустят свой парачейн. Также в отношении данного проекта нужно сказать следующее. Как я уже упоминал, все должно пройти через Кусаму. И у этих парней будет еще один проект. Родственная сеть под названием SherpaX. Которая также будет размещена на Кусаме во время IPO. И они сделают раздачу для холдеров PCX в соотношении 1 к 1. Так что, если у вас есть токен PCX, то вы получите еще и токен KSX. Вы просто получите бесплатные токены. Правда, неизвестно, сколько они будут стоить. MXC Exchange, которая уже внесла PCX в свой список, поддерживает этот airdrop. Так что они однозначно добавят и KSX. Ребята, когда-то я уже говорил про XBTC. Мало, но говорил. И очень интересно видеть, что сценарий использования этого токена воплощается в жизнь. Причем с помощью экосистемы полка дота. Я думаю, все упомянутые проекты имеют невероятный потенциал. Когда ты приходишь в это криптопространство и слышишь о вещах, которые выходят за грань твоего понимания, то есть ты понимаешь, что они не являются мейнстримными, запомни, именно в таких вещах сокрыты самые большие возможности. Так что, Kusama, Akala и ChainX – проекты с большим потенциалом. Я не хочу упустить начало взрыва экосистемы полка дота, как многие сделали это с DeFi. Поэтому я поставлю эти проекты себе на заметку. На этом все, ребята. Все, голос накрылся. Поэтому подписывайтесь на канал, ставьте лайки и все вот это остальное. Богатейте. До скорого. Субтитры сделал DimaTorzok